Всем привет! Не часто это делаю, но вот сегодня хочется высказаться в защиту Алены Водонаевой, в отношении которой началась настоящая травля со стороны лизоблюдов, цепных псов режима, в первую очередь, конечно же, пропагандистов, отдельных политиков, каких-то общественных деятелей, каких-то недоартистов, каких-то недо-шоуменов, которые буквально грязью человека поливают. Вот сейчас открыл программу «60 минут» на канале «Россия», называется «Порнозвезда. Средние руки с куриными мозгами». Милонов отреагировал на слова Водонаевой о матке Питая, то есть там уже переходит к откровенным оскорблениям в некоторых моментах. Хотя, а что человек такого сказал? Вот мне просто интересно. Человек сказал, озвучил то, о чём многие из нас думают. Ведь была права, когда говорила об этом материнском капитале. Во-первых, с ним не всё ещё понятно. То, что там великий кормчий пообещал неделю назад, ну, это ещё нигде не принято на законодательном уровне. Это ещё просто одна Ванга сказала. Вот из этого разряда, как там будет на самом деле, будем посмотреть, что называется. Да, он там пообещал увеличить этот маткапитал на 160 тысяч рублей. Да, он пообещал там выплачивать в некоторых случаях даже за рождение первого ребёнка какие-то деньги. Но там, насколько я понимаю, существует целый ряд оговорок. И одно из основных условий – это, в общем, достаточно низкий уровень доходов родителей. То есть, ниже прожиточного минимума 11-200, если мне память не изменяет. Сегодня прожиточные минимумы. Вот от этого и надо отталкиваться. И, значит, меньше у родителей доход, тогда они могут рассчитывать на эти деньги. Если больше, то, видимо, не могут. За третьего ребёнка тоже что-то пообещали гасить частично ипотеку, если она таковая имеется. Но тоже, опять же, одна бабушка на двое сказала. Поэтому, как там будет на самом деле, мы не знаем. Но пропагандисты уже неделю из штанов выпрыгивают. Они уже все эти виртуальные деньги перевели почти в настоящее. Озвучивают там сумма миллион денег. Проводят какие-то совершенно замечательные ток-шоу. Проводят по телевизору какие-то совершенно идиотские программы. Расскажут, что вот миллион вам дали. И люди-то действительно уверовали в то, что там какой-то миллион мифический где-то есть. Кто-то уже мысленно их потратил. В принципе, что сказала Воданаева, возвращаясь к ней? Она с позиции женщины высказалась, что, ребят, ну, как мне кажется, это я почти её цитирую, материнский капитал должен быть определённым бонусом, наверное, для женщины. Не более того, но никак не стимулом бежать в роддом. Как бонус, да. То есть не ждала, не гадала, родила вот для себя или там просто потому, что запланировали. А тут государство решило помочь. Ну, спасибо, дорогое государство, здорово. Но точно это не должно быть стимулом. Потому что общий посыл, насколько я понимаю, там был такой. Вы создайте условия, чтобы молодые люди, да, молодые пары хотели заводить этих детей. Не просто хотели, а чтобы они были в состоянии завести этого ребёнка. Чтобы они могли планировать своё будущее там дальше, чем на год. На 5, на 10 лет. Вот при таком раскладе, да, люди будут обзаводиться детьми. Но сегодня, к сожалению, мы живём в таких условиях, в такой ситуации, что мы не можем спланировать даже ближайший год. Вот сейчас меня там, например, моя подруга спрашивает. А когда мы поедем отдыхать в этом году? А чёрт его знает. Когда будут деньги, тогда и поедем отдыхать. Если вообще поедем. Вот так вот я и отвечаю. Это чистая правда. Я думаю, подавляющее большинство россиян отвечают именно вот примерно так же. О каких детях в такой ситуации можно вести речь? Это ведь не игрушка. Поигрался и выбросил. Это серьёзный обдуманный шаг. Да, она озвучила там какие-то моменты, которые кому-то показались неприятными. Ну и я об этом говорил в своё время. Единственные, кто об этом обрадуется, вот этому всему делу обрадуются, да, скорее всего, и с наибольшей долей вероятности, это так называемые асоциальные элементы, которые не работают у них, ничего. Они там перебиваются какими-то непостоянными заработками, бухают с утра до вечера. Вот они, возможно, обрадуются, потому что пообещали по телеку, там, лимон обещали. Маня, давай-ка ребёнка заведём. Такое будет. Я не исключаю такой возможности тоже. Такое случится. И вот девушка высказала свои опасения. Что, представляете, если вдруг все алкаши решат таким образом заработать себе на бутылку, это чего мы получим через 10-то лет? Что, не права была девушка? Ну, повторюсь, посыпалась куча оскорблений со стороны. Причём, обвиняют человека. Порнозвезда, средней руки. Я вот тут зачитал высказывание Милонова. Во-первых, с чего он взял, что он порнозвезда, что она вообще порномодель какая-то. Я не знаю, я ни одного видеоролика категории X с её участием не видел. И это надо понимать, что это просто поклёб. Если человек, господин Милонов, имел в виду, что она там женщина с низкой социальной ответственностью, и вот таким образом хотел её унизить, поставив на одну ступень с проституткой, так я спешу расстроить господина Милонова и всех наших пропагандистов, да, и многих наших общественных деятелей. Дело в том, что я, и не только я, а многие вообще россияне, да, проституток, торгующих собой на панели, уважают больше, чем современных политиков, чем наших журналистов российских, типа журналистов, чем наших общественных деятелей, потому что вот эти самые проститутки с панели, они намного честнее. Поэтому, если вы хотели кого-то унизить, но вы унизили только себя, посмотрите в зеркало господин Милонов, посмотрите в зеркало господа авторы программы «60 минут ведущие». Вот. И задайте вопрос вот этому зеркалу, а кто же на самом деле проститутка-то? Ну, ещё больше меня, конечно, высадила ситуация с господином Володиным, это председатель Государственной Думы, по сути, четвёртый человек в стране, ну, вот так вот по иерархии я, конечно, обалдел. Человек какую-то такую лабуду понёс. Давайте, она оскорбила россиян, давайте, там, оштрафуем её на 100 миллионов. Откуда они берут эти цифры? С какого потолка? Вы бы лучше взяли, сделали, да, пенсию для россиян 100 миллионов, а после этого варежку разеваете, зарплаты поднять или пенсии, у вас денег нет, вы там измеряете какими-то копейками, а как штраф, так 100 миллионов, вы там совсем с ума посходили, что ли. Ну, считать разучились. Или перегрелись, отдыхать, может быть, вам надо чаще, может быть, уйти в отставку. Когда говорят вот такие вот люди, как Володин, что высказывание Водонаевой было оскорблением всей нации, да нет, вы знаете, я считаю, что поведение депутатов Государственной Думы в ряде случаев, вот это оскорбление всей нации. Когда я вижу пенсионеров, людей, которые строили эту страну, создавали эту страну, создали почти все, чем мы сегодня пользуемся в этой стране, я веду железные дороги, обычные дороги, даже тоже телевидение, да, тоже Останкино, это все создавали те люди, которые сегодня вышли на пенсию. И вот когда я вижу, как эти люди копаются в помойке, когда я вижу, как эти люди отказывают себе во всем, недоедают там, покупают какое-то дерьмо в магазинах вместо нормальных продуктов, вот это вот я считаю оскорблением всей нации, со стороны вот таких, как вы, господин Володин. Очень зря, что вы этого не понимаете, очень жаль, что этого не понимают многие недалекие люди, которые у вас души не чают, не только у вас, а вообще в наших первых лицах, и они почему-то уверены, что так и должно быть. Нет, так не должно быть. Потому что, в принципе, мы все выходцы из одной большой страны, которая оставила нам наследство, оставила нам наследство вот эта большая страна под названием СССР всем, и мне, не только там Володину или Медведеву, там Рутенбергам и каким-то их друзьям, всем. Это наше общее наследство, но вы почему-то его поделили, да, по принципу, как в фильме «Свадьба в Малиновке». Помните, это Папандопола награбленное делил, это тебе, это тебе, это все время тебе, а складывал все к себе на свою сторону. Вот вы точно так же поделили это наследство, и я считаю, что вот это вот оскорбление нации. Извиниться-то надо в первую очередь вам перед людьми, а потом уже кого-то обвинять и искать крайних, потому что правда, по всей вероятности, глаза режет. Все, удачного дня!